Илья, спасибо. А теперь к другим новостям. В Волгограде продолжается активная подготовка к чемпионату мира по футболу, до которого осталось уже менее 500 дней. В городе продолжается ход строительно-монтажных работ стадиона Волгоград-Арена и других ключевых площадок. Ремонтируются больницы, дороги, открываются новые туристические маршруты, а также возводят новые инфраструктурные объекты, среди которых и Международный аэропорт Волгоград. Первый этап реконструкции здесь уже завершен. На очереди возведение нового терминала, а также строительство нового перона. Подробнее в нашем следующем сюжете. В терминале С Волгоградского международного аэропорта сегодня многолюдно. С 1 февраля здесь осуществляется обслуживание всех пассажиров, независимо от направлений полетов. В Волгоградцам и гостям города такие нововведения пришлись по душе, ведь новое здание значительно отличается от других терминалов. В современе были еды. Стало получше, но не хватает. Единственное, что пространство. Гораздо более комфортабельный и удобный, чем старый аэропорт. Очень хорошо, что в нашем городе появилось новое здание. В конце декабря международный аэропорт прошел проверку межведомственной комиссии, связанную с вводом эксплуатацию нового терминала международных воздушных линий. Была подтверждена проектная пропускная способность, а также соответствие всем необходимым требованиям для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля. На данный момент пропускная способность терминала С в рамках межведомственной комиссии также проходила проверка 300 пассажиров в час. То есть всем критериям это соответствует. Но в дальнейшем, когда будет построен терминал Б, безусловно, трафик у нас увеличится и пропускная способность также увеличится. Здание терминала Б уже обнесено строительным забором, ведь в ближайшее время оно будет демонтировано. Уже в апреле 2018 года на месте старого корпуса будет построено новое трехэтажное здание общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. Для удобства и повышения комфорта пассажиров новый терминал внутренних линий в дальнейшем будет объединен вместе с терминалом С в единый аэровокзальный комплекс. После строительства перона аэропорт сможет повысить категории КАУ до третьей и стать ключевым транспортным узлом Юга России, принимать воздушные суда даже в сложных погодных условиях. При высоте нижней границы облаков 30 метров и видимости 350 метров. Работа в этом направлении уже началась. На данный момент идет реконструкция перона, которая является также неотъемлемой частью общей реконструкции аэродромного комплекса. На новом пероне изменится местоположение стоянок воздушных судов, а также появятся специальные стоянки для обработки самолетов противообледняющей жидкостью для накопления и очистки реаги. Также с началом работы весенне-летнего расписания будут открыты новые направления – Стамбул, Анталия, Ираклион, Салоники, Ереван. Также возобновят прежние – Сочи, Симферополь и Санкт-Петербург. Так что география полетов Волгоградского международного аэропорта значительно расширится. Алена Пузына, Роман Миколенко, Вести 34.